О чудесах, совершаемых Матроной Московской, известно по всей стране. С рождения слепая девочка начала исцелять больных с 8 лет. Помогала всем, кто нуждался в помощи, даже тем, кто желал ей зла. Милиционер пришел ее арестовывать. Она сказала, что иди быстрее домой, там у тебя сейчас может горе случиться. Он пришел домой и как раз начался пожар у них дома. А жена лежала у него больная, но не могла остаться сама. Паломничество к ней продолжалось до самой ее смерти в 1952-м. И даже после люди приходили просить помощи на ее могилу. В 1999-м Матронушку причислили к лику святых, а мощи перенесли в Покровский монастырь. Оттуда в Преамурье и привезли частичку святой по просьбе владыки Лукьяна. Есть какой-то вопрос жизни и смерти, которым помочь может только президент. А мы не знаем, как к президенту обратиться, и чего надевать, и может и костюма нет, и как правильно с ним разговаривать. Обычно в таких ситуациях люди что ищут? Посредника. Человека, про которого они точно знают, что могут помочь. Вот Матрона Московская, своей блаженной жизнью, она всех людей, которые были вокруг нее, убедила в том, что она Богу близка. За два дня у святой попросили помощи несколько сотен амурчан. Она очень святая и очень всем помогает. И даже пьяницам, которые вот уже пропашщие, которые не рожают женщины, надо только молиться и просить. И просить, говорят, хорошо, не так, что вот пришла и поклониться, и поцеловать мощи, тогда поможет. Поклониться мощам благовещенцы смогут до 24 апреля. Затем мощи перевезут в Тынду, в Свято-Троицкий собор, на постоянное пребывание. Кристина Добровольская, Михаил Величкин, Денис Лугов. Программа «Город».